Ас-саляму алейкум. Мир вам. С вами Сергей и Амирхан. И мы снова приветствуем наших слушателей и зрителей подкаста ЧБ. Аль-Хамдул-Лля, Ислам побуждает нас к женитьбе и порицает всякие виды одиночества, аскетизма и так далее. Пророк, алейхи саляту ас-салям, сказал, «Я ма-шара-шабаб, ма-ни-ста-та-а-мин-ку му-ль-ба-ата фа-ль-я-та-за-вадж». «О юноши, те, кто из вас способен или может жениться, пусть женится». И таким образом мы сегодня хотим затронуть эту тему, которая актуальна всегда, во все времена. Все всегда женятся, выходят замуж и так далее. И поэтому мы начинаем. Бисмилля. Бисмилля. У нас в гостях замечательный человек, друг, брат, которого я знаю очень давно. Глава улема Духовного управления мусульман Крыма, также глава Ассоциации мусульман Украины, выпускник Исламского университета имама Мухаммада ибн Сауда города Рияда, Саудовской Аравии, шейх Сулейман Хайрулаев. Саламу алейкум. Это наша любовь к вам такая вот. Лучше упомянуть все, чем что-то потом не досказать. Лишь бы лишнее. Для начала расскажите немного о себе. Да, давайте познакомимся. Вы человек известный, но... В узких кругах. О себе что могу рассказать? Вы уже обо мне все рассказали. Зовут Сулейман. Амдирал, женат. Закончил университет. Джамят ил-Имам. Университет имама ибн Сауда. Факультет Шариата. На данный момент живем в Украине. Живу в Украине. В Киеве. Возглавляю ассоциацию мусульман Украины. Занимаемся различными социальными, просветительскими и воспитательными проектами. Вкратце. Ахамдулла. Захотите узнать больше, приходите на кофе. Такой вопрос мы задаем его особенно студентам, которые жили в арабских странах. Просто многие мусульмане, которые живут в Украине, в России, там не важно, они хотят наоборот туда переехать и там остаться жить. Правильно? Тем более в Аравии. То есть можно в Медину, Мекку ехать, Хадж-Умру делать. Почему там не остались? Ну, во-первых, изначальной цели не было остаться там. Если бы, наверное, уезжал с целью вообще остаться там, наверное, бы остался. Основная цель была – это закончить университет, отучиться и вернуться, приносить пользу. Как говорится, выплачивать закат и знания. И поэтому те, которые остаются там, наверное, остаются по причине того, что у них цель была остаться. А те, кто как бы цель у них была вернуться, они вернулись. То есть с самого начала цель поставлена не учиться, а поехать туда жить просто? Ну, многие, знаете, многих я встречал, которые уезжают туда учиться как последний выход. Не изначальная цель, а как последний выход. Например, он живет в каком-то городе, где мало мусульман, он мусульманин. Его немножко сдавливает атмосфера окружающая. Вот он хочет что-то поменять, вот что-то нужно сделать. А уехать жить куда-то, просто жить, это надо работать, это надо как-то обустраиваться. А здесь как-то выход, поехать учиться. И на протяжении этого времени где-то, иншаллах, что-то-то и появится. И вот, в принципе, остаются люди, которые дальше продолжают учебу. Очень много, машалла, хороших братьев есть, которые и сегодня занимаются, в принципе, выплатой заката своих знаний. Заканчивают им магистратуру и в докторских учатся. Те, которые остаются дальше и учатся, приобретая знания, им только за это похвала. А тот, который как бы остается и не учится, то есть, ну, тяжело каждому в душу зайти и сказать, что вот он там просто живет. Ну, некоторые люди уже привыкают, дома очень много что изменилось, назад возвращаться не хочется, порой трудно. И, ну, разные бывают жизненные обстоятельства, ради которых, ну, люди дальше остаются. Ну, просто даже некоторые просто хотят пожить среди мусульман. Да, ну, это тоже принцип, это тоже похвально. И поэтому, ну, если говорить лично за меня, то у меня изначально цель была поехать и вернуться. Вот у нас был недавно подкаст с шейхом Андреем. Он учился и закончил университет в Медине. А вы и я в Риаде. Вот, чтобы зрители... Он в Медине. Ну, да. Сегодня моя часть. Вы меня окружили, походу, да. Вот, давайте, вот, чтобы он тоже услышал. Разница учебы в Риаде и Медине, например, да? Где лучше? Зрители уже узнали, какая учеба в Медине, а они не знают, как в Риаде. Отличается ли она или нет? Все-таки там Ниждийская школа. Студенты, наверное, в Медине это им не понравится, но программа университета Риада, она намного сильнее, нежели программа университета Ямы Ислами. Но, но... Почему? В Риаде нет кулии-хадис. Я сразу перебью, скажу, там нет кулии-хадис. Есть, раньше, если не ошибаюсь, как кулии-хадис отдельно был факультет, его объединили в кулии-хадис, если не ошибаюсь. И поэтому я не подхожу, как бы, в количестве кулии-хадис, какие есть факультеты. В общем. Да, я подхожу с точки зрения программы, которые проходят студенты. Ну, Манхазид Дераси. Если знать историю университетов, университет Мединский, он изначально основывался для иностранных студентов. И поэтому, в принципе, методика, и также изучение арабского языка и тому подобное, она была направлена на иностранцев. Ну, бывает же, немножко жалеют иностранцев. Факультеты, например, университет в Рияде, он был изначально построен для саудийцев, для арабов. И поэтому программа, которая есть, она программа направлена вот на них. А тот, который поступает в Махат, например, в институт изучения арабского языка, он должен поднять уровень арабского языка настолько, чтобы когда он вошел в факультет, он как рыба вводил. И даже я могу сравнить Махат, изучение арабского языка, Мединского курса, я видел его, и Риядовский курс. Ну, реально, на голову выше. И, ну, на самом деле, я видел студентов, как Шейх Абдулла, например, и другие, есть талантливые студенты, которые, без разницы, где бы он ни учился, у него есть знания. То есть он учится отдельно, дополнительно ходит на занятия Шейхов и тому подобное. На самом деле, если подходить просто по программе, какой из университетов более сильнее, я могу сказать о университете Я думаю, у меня студенты Рияда все поддерживают. Естественно. Она символна оборудована. Я просто, у меня братишка учится в Мединском университете, и я немножко смотрел их программу, и... Не дотягивает, да? Ну, чуть слабенько. Ну, это, я думаю, еще плюс того, это даже не относится именно только к университету Джам Тимам. И это ко всем университетам относится. Я сам учился в Светском университете Короля, Сауда, этого, Малик Сауда. И все говорят, чтобы вы понимали, Светский университет в Саудии это не Светский университет как в какой-то другой стране. Везде исламский дух. Даже иногда больше, чем в Исламском университете, потому что, я знаю, они проводят разные там конкурсы, там, исламские, чтобы тех студентов, которые учатся в Светском университете, подбодрить, поднять, чтобы религиозность их не поднять. И плюс еще того Рияда, что там много больших ученых. Ну, на самом деле, кому Аллах такдир сделал, кому Аллах предписал, предопределил, где учиться, главное, чтобы человек учился. Неважно, это Рияд или Медина и тому подобное. Человек, да, человек на самом деле привыкает к жизни. Например, мы когда учились в Рияде, мы скучали по Рияду, если приезжали в Мекку или в Медину. Глупо, с одной стороны. Но это человеческая фитра, природа человека, когда он скучает за своим местом, где он уже обжился, где-то что-то уже родное стало. Мы приезжали на хадж или на Амру, побудем 2-3 дня, потом поедем в Медину, и вот что-то тянет домой. Хотя вроде бы это благословенные земли. И поэтому, то есть все зависит от того, где бы человек ни находился. Сегодня на самом деле очень много различных других университетов пооткрывалось, в Касыме, в Абха и тому подобное. Самое главное, чтобы человек учился. Очень важно, чтобы человек, который выбирал это направление, выбирал его не просто так, потому что он не смог поступить у себя в стране, в какой-то университет, и вот как последний выход для него, он уехал, лишь бы вот это время потратить. Нет, человек должен выбирать это направление осознанно. Почему? Потому что если с точки зрения шариата ты отучишься на медика и оставишь, не будешь заниматься медициной, то в этом нет ничего такого. Но в шариате, то есть в шариатской науке, если ты приобретал знания, у тебя есть перед Аллахом за это ответственность. Ты их приобретал для чего? Многие как бы оправдываются, говорят, я приобретаю в первую очередь для себя и для семьи, вот чтобы свою религию подправить и семьи. Но один вопрос. Если бы это ты делал за свой бюджет и столько лет, тогда вообще слов нет. Но когда это бюджет, который тратится, например, это получается бюджет мусульман, тратится на твое образование, а потом ты заканчиваешь и просто занимаешься какими-то мирскими делами и абсолютно никакого внимания не уделяешь шариатским занятиям, обучению и тому подобное, то за это человек будет спрошен. Это же Амана. Это Амана. Это закат. И возвращаясь к вопросу семьи, то есть только что упомянули, вы же работаете имамом, правильно? То есть дополнительно ко всему тому, что было сказано ранее. Я не работаю имамом. Я имам. Ну, имам, да, работаю имамом. Я имею в виду. Понятно. И по-любому вы сталкиваетесь с тем, что люди приходят, женятся, выходят замуж, никях, прочитали и так далее. Вообще, какая сейчас, то есть это важная тема в исламе, правильно? И мы бы хотели затронуть такую тему, вот именно сколько, например, приходят и какие ошибки допускают? Вы же, например, они пришли, да, сделали никях, а потом вы узнаете, что они там развелись или еще что-то. Какие самые часто такие распространенные ошибки в поиске, может быть, жены и мужа, которые потом приводят к каким-то проблемам и последствиям, которые вы обнаружили? Ну, на самом деле приходит довольно-таки много. Я думаю, это везде, когда особенно где мусульманское меньшинство, там желающий жениться приходит к имаму и говорят, вот, хочу жениться, если есть сестра. Также и сестры обращаются, у меня нету Али, я приняла ислам, я бы хотела, чтобы вы мне выдали замуж и нашли мне подходящим. Это норма. То есть, в принципе, оно так и должно быть. Но я немного забегу, наверное, либо же копну глубоко для того, чтобы стало понятно, в чем проблемы, почему проблемы появляются и вообще как их избежать. Ну, во-первых, так или иначе, посланник Аллаха в Сунне заложил институт семьи. Это в Сунне заложено. И на протяжении всего времени мусульмане, когда формировались как отдельные народы и как общая умма, этот институт он работал по умолчанию. То есть, например, мы живем в одном городе, у нас один язык, одна религия, у нас одни традиции. и это само собой, когда подрастают дети, что делают? Не они друг друга находят где-то на улице, встречаются и гуляют, а родители замечают, что вот сыну уже пора жениться, а дочке уже пора выходить замуж. Ну, понятно, они не сами это решают, а смотрят, если к этому уже готовы дети. Затем, как происходит, они приходят семье к семье, опять же, это не они решают, вот ты выйдешь за него или ты женишься на ней, а они спрашивают у детей, как тебе она или у нее, как тебе он. Если у них есть симпатия, тогда приходят родители знакомиться друг с другом, если не знакомы, либо же говорят, вот давайте поженим наших молодых. Затем молодые встречаются, общаются и затем уже создаются семьи. К созданию семьи подходит не сам человек, а еще ему вначале помогают его опытные родители или родственники. Почему? Потому что молодые люди в меру своей молодости могут допускать большие ошибки, что-то не замечать. Вот так всегда происходило и семьи были так или не менее крепкими и мало было развода. Если взять мусульманское меньшинство, то есть имею в виду страны, где ислам развивается и мусульман то есть можно сказать, может быть даже не проживают так компактно, но принимают ислам либо же мужчины, либо же женщины, а затем женятся. как происходит то есть где-то смешивается опыт прежнего времени, то есть прежнего периода немножко с исламским. И теперь когда и подходы и выбор оно все вот так вот смешивается. И затем когда женятся начинаются различные проблемы только с точки зрения того, что поторопились, не узнали друг друга, не спросили совета. То есть обычно как бывает, то есть ну на самом деле цель не каха в шариате, цель брака заключается в том, чтобы удовлетворить свою природную потребность, как и мужчины, так и женщины. И это род, то есть продолжение рода. Основная в принципе шариатская цель в создании семьи, это вот две, можно сказать, две основные причины. Теперь люди как бы для того, чтобы даже это сделать, плюс-минус, как Пророк Саасалам в хадисе сказал, души подобны воинам. Если они встречаются и находят друг друга, то они объединяются. То же самое и семье. То есть может быть человек красивый, симпатичный, все тебя в нем нужно, но есть одна нотка, причина которой может быть ты не захочешь. И когда поспешно приходят к имаму, я нашел, выдай меня, жени меня на ней, мы друг друга нашли, в харам общаться долго и тому подобное, мы должны жениться, женятся, а потом начинают друг друга узнавать. А когда начинают друг друга узнавать, вот следующий этап, шарьят к чему призывает, к терпению. То есть Аллах говорит возможно вам в них что-то не понравится, но в другом Аллах сделает много блага. И теперь человек начинает, у него же есть опыт доисламского периода, а это опыт не заморачивается, мешает, не нравится, раз расстался. и это применяют уже в исламском браке, то есть они не заморачиваются, они быстренько приходят к талаку и ты видишь, семья распадается. в Судане есть такая традиция, что они делают как бы никях, они уже могут общаться друг с другом, но они в половую жизнь не начинают, а в течение года они могут встречаться и так далее, общаться, узнавать друг друга, и потом уже только через год они делают как в Алиму, уже все об этом узнают и так далее. Может быть это если они молоды, то есть они еще очень молоды, может быть по 17 лет. Нет, даже 30 лет они так сделают, суданская такая традиция, вот как это может так нужно? Нет, кстати в Египте тоже так же, я не знаю, может это хитба считается, или никях, потом второй никях что ли получается. Скорее всего это хитба, сватовство, а потом никях. Но на самом деле это вот опять же как я упоминал, есть народ, у него есть свои какие-то традиции. Если брать конкретно наше общество, то на самом деле разводы частые, но они есть, но не сказать, что там поголовно, но они есть, неприятно, и в принципе браков создается много. Я бы наверное предложил бы, и возможно мы это иншаллах скоро будем реализовывать это, прежде чем жениться молодоженам, они должны пройти дауру курс института семьи. Курс молодоженов. Сегодня такой мир, что нам по всем предметам, по всем тематикам нужно проходить дауру. Ну на самом деле, почему? Потому что вот мы говорим всегда о исламской семье. Вот реально, посади 10 человек и спроси, что такое исламская семья. Они тебе нарисуют все ярко в красках. Каждый что представляет. Даже эти яркие краски ты увидишь, что это не то, что и они будут их все понимать по-разному. Если женщина желающая дома рулить, ты видишь, у нее понятие исламская семья это вот она занимается собой, а муж зарабатывает деньги и еще и дом убирает, готовит, посуду пророк убирался дома. Тут не нужно перебор делать. Есть рамки. Пророк помогал своим женам. Это одно другое. когда ты берешь обязанность, например, то есть твоя обязанность зарабатывать деньги, приносить обеспечивать жену, но когда ты еще плюс к этому занимаешься делами жены, понимаешь? Это твой садак. Вы даже сами передергиваете сейчас. Вы не дали сказать мысль. И если бы вы дали, я думаю, вы все поняли. Это я сказал какая-то женщина одна, которая желает как бы у мужчины может быть свое понимание, но есть общее понимание. Хорошо? И помимо всех процедур, которые кто кому что дочь это право, обычно шарят что сделал? Он каждому раздал его права, правильно? У человека есть эти права, и в рамках этого права человек живет. И семья будет гармонична. Какие права? Права мужа в семье и обязанность супруги по отношению к мужу заключается в повиновении, в подчинении, в том, что не противоречит нормам шариата, правильно? Это основные его права. Помимо этого, конечно, это интимная жизнь и все остальное. Права же супруги и обязанность мужа по отношению к ним заключается в обеспечении. Это материальное обеспечение, дом, жилье, одежда и тому подобное. То что необходимо для жизни. конечно же это интимная жизнь. Но представьте себе семью, которая создала семью и ровно поделила эти рамки, права и чуть что ты нарушил мое право выполнить и тому подобное. Это не семья, это шариат поставил закон жестко для того, чтобы за него не выходили. Но внутри в семье должен быть дух. Нужно договариваться? Должна быть любовь в семье, должно быть уважение в семье, сострадание в семье. То есть поверь мне, когда мужчина любит жену, ей помочь, даже если он это никому не скажет. Он видит, что она не лентя не чеет, а образно очень устала или заболела. Он как любой мужчина встанет и поможет. И послание Николаса это делал. Он помогал. Причем проблема еще бывает. Муж, например, начинает учители читать права жены к себе, а жена наоборот, права мужа к ней. И начинает тыкать друг к другу. Ты мне обязан это делать, нет, ты мне обязан то делать. Это же неправильно получается. Должен каждый учить свои права. Без сомнения. про вас должны знать все. даже имамы перед чтением никаха делают небольшое наставление, объясняют права и тому подобное. В основном вся жизнь выстраивается так, как принято в обществе. В каком живет человек в обществе, оно хочешь или не хочешь, оно выстраивается. но когда мусульмане начинают все делать по шариату, по сонне, по курану, и они свою жизнь когда начинают выстраивать, они к сожалению иногда подходят сухо к вопросам семьи, как точка закона. Все, это право твое, право как будто не больше не меньше. И оно на самом деле, то что Аллах упомянул или то что упоминается из прав жены и супруга, это само минимум. Это минимум, чтобы семья как семья существовала. А помимо этого есть много чего высшего, то есть интересного. Мы же не говорим например образно в правах он ее не должен вести на умру или на хадж. Ну и опять подойти с точки зрения шариата он обязан или нет. Скажем нет. И что теперь он скажет я не обязан сиди дома. Да нет, человек любит свою жену, он хочет с ней умру сделать. Я всегда когда делал хадж или умру один, я всегда хотел чтобы дети были рядом, они видели то, что вижу я. Даже бывает что мы что-то увидим красивое, сегодня люди сразу достают телефон и снимают. А всегда внутри хочется чтобы семья твоя увидел, дети твои видели. И поэтому это нормально, то есть это выше всего этого. поэтому те, кто подходит к вопросу семьи, семейных взаимоотношений, чисто сугубо на правах, права эти необходимы, когда вот начинаются споры, доходит до развода, вот разбирается кто нарушил право, там нужны. А когда человек создает семью, это выше всего. Семья на самом деле, исламская семья на самом деле, это идеал семьи. Это лучший пример, который посланник Аллаху мог бы оставить. Но опять же, повторюсь, это не на словах должно быть. Вот как мы с хадиса поняли, который вначале привели, то есть пророк призывал жениться рано, то есть в молодом возрасте, да? Какой именно должен быть возраст, с каких лет желательно выдавать замуж, жениться? И к вам именно обращаются люди молодые или уже пожилые, например? На самом деле возраст, который обращаются люди, желающие жениться, в основном, ну, разница нет. Есть 50-летние, которые еще не женаты, ну, либо же они приняли ислам, и, ну, они были раньше женаты, развелись, и вот хотят в исламе создать семью. Есть молодые, 18-летние ребята, 17-летние. Ну, на самом деле, когда посланник Алик говорит, слово в арабском языке означает возможность. И ученые здесь начинают разбирать и несколько мнений существует. Возможность половая, либо же материальная. Кто-то из них говорит, имеется ввиду, зрелость половая, а кто-то из них говорит, это финансовая возможность. Если мы увидим, как посланник Алик женил своих сподвижников, то мы увидим, что он их женил, даже когда у них в кармане ни копейки не было. Но это указывает на что? Это указывает на то, что человек, если он морально, физически к этому готов, он уже должен начинать. Потому что рыск удел материальный, он приходит со времени. То есть сейчас нет, а женился и Аллах открыл ему рыск. Опять же в этих всех вопросах всегда нужно учитывать середину. Всегда есть крайности. Есть человек, который не работает и не хочет работать и говорит я женюсь, берет на себя ответственность за жену, а еще если он берет с детьми ее, то он берет ответственность потом за детей и если не начинает содержать и потом говорит я пожизненно путник, мискин и тому подобное. Это неправильно, это крайность. Человек должен жениться без сомнений, даже если у него в кармане ни копейки. Но что он должен сделать в наше время сегодня? Если во времена порога Мухаммада люди выживали на один финик в день, то в наше время это тяжело реализовать. То есть человек где-то должен жить, он на улице же не может жить. Если жили на улице это было нормально. Сегодня нет, сегодня на улице человек не может жить. Сегодня какой-то элементарный у него должен быть доход, чтобы он мог прокормить и где-то крышу над головой дать. Это минимум. И он должен при этом стараться находить, работать. Есть люди, которые говорят, я зарабатываю, но я бы хотел лучше дом иметь, машина, а потом жениться. Это тоже крайность. Другая крайность, когда человек говорит, у меня ни копейки нет, работать не хочу, работать не буду или не получается, и вот хочу все равно жениться. Во всем этих вопросах есть крайность. Так, по поводу, кстати, мы чуть-чуть отвлеклись, поиска жены или мужа. Вот сейчас онлайн разные сервисы есть на эту тему. Как вообще шариат к этому относится? То есть можно ли так знакомиться или нет? Онлайн сервис почему появился? Потому что есть потребность в этом. И мусульмане уже находят другие различные варианты, но знакомиться с другим. Без сомнения, то есть сказать однозначно, что это неправильно, я не могу, если соблюдается норма шариата. Но обычно я знаю есть сервисы, где админы, то есть они выступают посредниками. В качестве валиев. Ну, вали невозможно сказать, но это те, кто знакомит. Хорошо, это может быть, я не знаю, сваты их назвать или как. То есть они посредники, они знают женскую сторону, мужскую, и дают им возможность. А те, которые, в принципе, на сайтах, в общем, где люди друг друга находят, но я знаю, браки, которые, машалла, как бы, хорошие браки, и они познакомились вот в интернете, женились. А есть браки, которые, ну, не очень, это как кот в мешке, потому что человека не знаешь. Но сегодня жизнь, жизнь вот так налажена, что не как раньше. Идут в другой город, в другое село, находят семью, знакомят. Это и сохранилось в народах. Но вот в таком обществе, то есть больших городах, где мусульмане, в принципе, компактно могут не проживать все разных национальностей. То есть есть новенькие, кто принял ислам, есть те, которые уже давно. И вот они друг друга находят. Разные как бы причины бывают знакомства. Есть приходят к имамам, есть знакомят их знакомят братья. То есть через знакомых. Случаи бывают разные. Но, например, те, которые обращаются к нам, они как бы обращаются с точки зрения того, что когда, как пророк Мухаммад саллахсаллахсаллах в странах, где нет мусульманского государства, они являются этими людьми. То есть они являются абекунами, валиями, которые выдают замуж. И сёстры, которые принимают ислам, у которых нет родственников мусульман, они приходят к нам и говорят, мы бы хотели, чтобы вы оценили с точки зрения мужского как отец. И на самом деле данный метод он правильный и хороший. Почему? Потому что 90% просто ты отсеиваешь. То есть было такое, что пришли и вы сказали нет, он вам не подходит. Это часто. Даже часто. Иногда бывает не то, что он плохой, а он хороший. Но это не его вариант. Не её вариант. Либо же не его тоже. И не её. Образно сестра с детьми. Он молод. У него возможность содержать сразу её и детей. Но нет у него этой возможности. А он просто в поиске. А ему кто-то сказал это он сватается. Если человек у которого есть возможность и есть какой-то опыт, он может взять и он потянет. Просто когда человека изначально ведёшь и подсказываешь, то он делает какие-то правильные шаги. Иногда не всегда человека можно хорошо узнать. Но что мы можем узнать о человеке? Мы можем его как мужчины со стороны мужской полностью проверить. Мы можем через знакомых проверить. Найти его чуть ли не всю родословность и узнать нормальный или нет. Но всё-таки ты его до конца не сможешь узнать. в жизни, когда он женится, там всё как бы... Андрей Чикатило, он вообще был очень хорошим семьянином. То есть его жена это серийный убийца, который был в конце 80-х. Он был прекрасным семьянином, то есть у его жены никогда не было с ним проблем, но тем не менее он был таким кровожадным. Но бывает же и наоборот. Бывает что человек сверху брат как дела такой хорошие, а он жену свою ловарим что он с ней делает. Часто так бывает. например среди братьев или ты красавчик. Мягкий пушистый. А дома там пушист. У этого тоже есть причина. К сожалению. Во первых потому что когда сестра выходит замуж и в принципе нет за ее спиной никого с мужской стороны. такие у которых есть склонность руки распускать они начинают чувствовать вольность в этом. Ну даст ей пару раз что это случится. А если будет знать что за ней есть братья и тому подобное то есть он подумает. Но опять же семья это такой механизм вот вы откройте часы будильник для вас все детали вроде они как-то связаны но они все как-то непонятны то же самое это семья на самом деле семья это свое царство свое государство у него внутри есть свои устои в эти устои всегда нужно правильно входить правильно понимать и в решении проблем это помогает например Аллах говорит то есть когда есть проблема в семье Аллах говорит позовите судью с его стороны и с ее стороны для чего для того чтобы третьи вмешались не прям вмешались а когда есть проблема между мужем и женой они друг друга не слышат третья сторона это тот который донесет тем языком которому слышат с холодной головой на это посмотрят и поэтому лучше всего и большинство когда есть проблема в семье которую они не способны уже решить не так что чуть что сразу надо идти обращаться а вот которые они не способны уже решить это уже приходит все к разводу тогда нужно обращаться к знающим у которых есть опыт и тому подобное которые смогут помочь сохранить и поэтому на самом деле вот вернемся к вопросу институт семьи он есть в исламе его нужно правильно понимать правильно изучать и самое главное его не трактовать согласно своим стереотипам своим устоям и тому подобное понятно а что насчет интернациональных браков как вообще вы к этому относитесь и часто ли бывает сталкиваетесь с этим интернациональные браки это наверное норма и это можно сказать очень распространено сегодня ну а как вы к этому относитесь бывает же такое что там по разному тут даже не то что отношения именно интересует когда люди с разных регионов и разных стран женятся выходят замуж у них же бывают разные менталитеты правильно то есть как они потом ладят друг с другом не бывает ли на этой теме на этой почве каких-то моментов которые приводят к разводу то есть там еда не так готовится или там разговор не так идет или еще что-то когда ты покупаешь машину и ты знаешь что у него есть развал схождения ты когда едешь ты знаешь что она у тебя руль будет тянуть в какую-то сторону и ты уже всю дорогу когда едешь ты уже осознавая это ты же на машине не держишь едешь ты уже знаю какую-то то же самое ты купил велосипед с кривым колесом ну и едешь здесь когда человек подходит к браку интернациональному он должен много что взвесить в начале будет некая эйфория это красота это какая-то изюминка это что-то новое в моей жизни и все остальное не учитывая того что там могут быть свои тараканы с которыми ты должен смириться и жить хорошо и когда ты это понимаешь это как с машиной ты уже вот начинаешь жить и ты сталкиваешься с с менталитетом который для тебя чуждый ты его не понимаешь и тот который сразу пытается это сломать под себя все подогнуть вот здесь всеми разваливаются потому что как посланник Аллаха сказал женщина создана из ребра и если человек захочет его выровнять он его сломает перелом это талах вот выровнять означает все ее нрав ее этикет ее все то есть если ты захочешь резко это сделать есть вещи которые подлежат исправлению но это приходит с жизнью когда например вот ты ради любимого человека готов к какими-то своими вещами у тебя вкус может поменяться у тебя может отношение поменяться ты меняешься и она меняется и тогда происходит некая гормон ты мягкий становишься она мягкая и вот здесь все объединяется но если же человек подходит к интернациональной семье и говорит у нас дома у нас в народе и это начинает вот так постолубить говорить то все это это конец не но если в одном вопросе или в двух то можно перестроиться но если конечно по всем вопросам будет такая нестыковка это уже даже посмотрите адаптироваться даже посмотрите мухаджир и ансары известный хадис когда пришла ансарка посланнику Аллаху вместе со своим мужем когда то есть у ансаров они же жили ну среди иудеев правильно в медине в то время он назывался ясирь у них то есть заниматься интимной связью с задней стороны имеется ввиду с задней позы то это было неприемлемо полицаемо вообще а у мухаджиров это было нормально и когда он же мухаджир женился на ансарке она ему не позволила и тогда он сказал что это такое и тогда они обратились к посланию к Аллаху и он что он сказал что в этом нет ничего то есть это дозволяется дозволяется имеется ввиду здесь правильно нужно понимать это не анальный контакт а имеется ввиду просто поза то есть видите уже в этом моменте есть нестыковка какая-то человек может сказать что это она мужская для нее это дико и поэтому когда межнациональный брак там обе стороны должны конкретно понимать что на каждом углу или на каждом этапе они будут где-то по-разному смотреть если по-разному смотрят и уважают друг друга как бы мнение тогда да если каждый как бы говорит нет неприемлемо то тогда это развод зачастую что бывает зачастую женщина в принципе подстраивается подмож зачастую и это наверное ну норма но это нельзя просить резко это нельзя рубить сразу у нас как обычно бывает человек женился ты домой ездить не будешь мне твои родственники не нравятся я тебя отпускать не буду то есть жизнь сразу начинается с каких-то запретов вот это нельзя вот это нельзя вот если эти запреты связаны с нарушением шариата да согласен а если они связаны с нарушением твоего комфорта какого-то и ты сразу начинаешь это рубить что приводит даже к порыву родственных связей и тому подобное то это долго не протянет что мы все как теория у тебя интернациональный брак у меня тоже у него тоже мы же сейчас не о нас говорим хорошо хорошо раз ты затронул эту тему я поделюсь но я когда женился я сразу взял жену и отправил ее в Дагестан то есть мы переехали в Дагестан на какое-то время чтобы она во-первых познакомился с моими родственниками и во-вторых что моя мать научила ее готовить наши национальные блюда как же без него да обычаи наши да как нужно альхамдуля с этим проблем у меня жена она к всему привыкла нормально отнеслась к этому и до сих пор мы живем у нас проблем нет с этим альхамдуля и поэтому интернациональные браки это интересно красивые дети у меня в нашей семье интернациональных браков много и поэтому у меня два младших моих брата взяли из нашего народа в этом нет ничего плохого самое главное чтобы находили у нас народе говорят когда человек женится дуа за него говорят то есть доживите вместе до старости то есть это дуа наверное в каждом народе когда ребенок рождается говорит пусть этим именем до старости доживет почему потому что смысл брака это должно быть один раз не до конца оно должно быть внутри сегодня начали очень много манипулировать с этим временными браками шейх-фаузан шейх-бин-бас шейх-амин-де-али-фатву и тому подобное начинаются эти временные браки это приводит к тому что там сестру ты встретишь 10 раз замужем это 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 не норма он посеял везде свое семя но там у него 10-12 детей все отцы отец один жен разные от разных жен некий такой бардак который некий и все сразу любят приводить довод сподвижники женились сподвижники женились и много раз женились и тому подобное однако посланник аллах сасальна своим примером когда выдавал фатима за али рода лан замуж и когда он хотел жениться даже на второй он ему намекнул на то что это сломает ее это ее обидит фатима то есть дав понять что ему от этого будет неприятно то есть пророк сасальна видел некую причину и он ее мягко донес он не запретил ему если бы али женился пророк сасальна ничего запретного не сказал но посланник аллах подталкивал к тому что сохранить семью что укрепить семью этот случай берут всегда то есть у нас же мы всегда любим брать за крайности этот случай берут женщины которые там огромный кипиш поднимают когда муж взял вторую и приводят вот видите посланник не разрешил и тому подобное другие же когда берут вторых там плюют на мнение жены и женятся и у них доходит это до развода приводит пример что послание кассам женился сподвижники женились это два этих мнения это две крайности вот правда посередине реально и поэтому вопрос вообще мы плавно перехли и вопрос да по поводу многоженства нужно ли в наше время многоженство нужно ли вторая третья и так далее четыре я думаю вопрос неправильно поставлен я думаю это было то есть нужно ли нельзя ответить общей фразой нужно кому-то нужно а кому-то не нужно вот вот к этому и все идет на самом деле и это было во времена послания каула то есть нужно изначально понимать что полигамия в исламе это это право это не хукам шариатский то есть вадиб сунна фарт и тому подобное хорошо это право мужчины аллах субхану тааля четко сказал если бы аллах остановился фанкиху маа таба лаку мина нисай мазь на вас улата варуба аллах говорит женитесь на тех кто нравится вам на 2-3-4 если бы аллах на этом остановился то это был бы фарт аллах говорит но аллах продолжил если вы боитесь а если вы боитесь быть несправедливым то на одной либо же на тех кем овладели вашей десниц вопрос в чем заключается вопрос заключается в том что это все возвращается индивидуально к человеку я знаю братья в котором я говорю женись я знаю что он справится я знаю что ему это надо я знаю что у него семья это воспримет нормально все разве нужно спрашивать жену разве нельзя взять вторую жену чтобы первая не снова на самом деле опять же если подойти с точки земля шариата не обязан разрешение жены не надо ее согласия не надо но у меня вопрос ты хочешь жить в кошмаре или в саду если да ты говоришь а не надо ты даже первый первый медовый месяц или первую медовую неделю ты не сможешь прожить нормально у тебя телефон будет разрываться если ты так забьешь на мнение жены скажешь да не важно и тому подобное родственники тебе будут названивать ты не сможешь отдыхать потому что там я много случаев слышал там человек женился а у него жена умирает там образно то есть вот ей плохо скорую вызывают и тому подобное и когда это он чувствует ну разве он сможет отдыхать нет морально он не сможет отдыхать и поэтому если человек делает правильно все тогда у него будет все нормально насколько это этически чтобы скрывать от первой жены наличие второй или даже наоборот может быть даже вторая не знает что есть первая как отец я тебе скажу что это неправильно а как муж как муж тоже о своем личном опыте что можете сказать кто не знал на шейх Сулейман Машала двоеженец так что всего лишь пока пока свободная комната еще есть так что советы советы от него не будут лишними есть люди экстремалы их называют экстремалами которые скрывают утаивают и все остальное я этого не понимаю для меня это это неправильно как отец как муж я могу сказать что живи в этом мире так чтобы тебе стыдно не было завтра и твоим детям и тому подобное но все равно завтра оно узнает и ты придешь и будешь оправдываться и говорить ой-ой-ой и ты в ее в глазах как мужчина упадешь лжец область это не по-мужски вот это вот это вот женщин больше мне кажется задевает потому что ты лгал ей то есть у тебя была вторая жена а ты ей говоришь что она у тебя единственная это ложь это же хуже чем прийти и сказать дорогая и вообще дорогая а может я же не я имею ввиду наверное же нужно как-то подготавливать там всю эту почту на самом деле смотрите у нас мы подняли эту тему как она опыт личного то есть на самом деле то есть для того чтобы жениться вот сегодня нужно учесть первое то что наше общество уже отвыкло нет примера в жизни если раньше у сподвижников это было нормой несколько жен и все это понимали и знали и общество это воспринимало и помимо того то есть вот например когда ты чему-то учишься тебе помогает чей-то опыт правильно то же самое когда ты вот хочешь жениться либо же сподвижники когда женились у них был опыт они могли смотреть на родственников близких друзей как у нас сегодня нет этого опыта человек женился и он сталкивается реально вот с другой стороны медали то есть для него все чуждым становится вот он женился для него одежду если у него все раньше было в одном доме он всегда как возвращался в одно место а это теперь надо идти в другое место если он что-то покупает себе он должен рассчитывать что вот там буду здесь буду вдвойне ответственность обязанность то есть он встречается реально эйфория реально проходит в первый месяц а человек говорит блин а что я вообще почувствовал что я там новое увидел или что-то да нет субханаллах и начинает и начинает что делать он начинает как-то переосмысливать сожалеть и начинает что убегать убегать и бросать разводиться и тому подобное причина того что нам следует понимать что у нас нет примера вот ты женился вот у тебя есть дядя друг брат он тебе подсказывает как нужно этого нет это первое второе когда человек женится он всегда подходит как-то эмоционально к этому вот надо надо и все но после твоего решения могут сердца разбиться представьте жил с женой у вас у вас было полное доверие и тому подобное и ты резко взял и не подготовил я не говорю что нужно там прям согласие от нее в письменном виде да я там чтобы семимбара она там тебя объявила нет ее морально подготовить к тому что она может быть не согласна но она это примет мягче не будет ей так сильно больно и ты когда подойдешь к этому вопросу ты подойдешь уже как-то легче когда ты все делаешь в дребезге все резко то тогда начинает разваливаться первая семья потом ты бросаешь вторую семью и у тебя начинается коллапс в жизни и сегодня это поголовно вот мы видим братьев которые ну есть братья на самом деле может быть я ошибаюсь говорю когда поголовно но это много но есть братья которые у них нет они подошли осознанно у них все я реально знаю много семей полигамных браков в которых все машала ровно все которые подошли ко всему все осознанно их поддерживают дети в этом и жены поддерживают кто-то скажет что за больные но это другой мир это реально другой мир и я вот недавно общался с одним братом которого три жены и чтобы вы понимали он всех троих взял уже с детьми то есть вот мы же всегда любим то есть женский женская сторона и некоторый мужчина сразу критиковать а вот женится значит хотелка постоянно вот какой-то вот такой весь помешанный на этом думать не головой да но на самом деле у Аллаха я даже почувствовал себя перед ним каким-то то есть я им восхищался что вот я бы не смог как он вот так вот от ответственности вот то есть он взял сестер да понятно между ними есть ревность и тому подобное есть какие-то проблемы это быт нельзя сказать вот они женились и у них там между женами ревность проблемы да это было всегда и будет если ты посмотришь вообще на другое он субханаллах воспитывает и сирот воспитывает у него сироты есть вдовы есть то есть он воспитывает шестерых если не ошибаюсь чужих детей эти чужие дети уже его да но он их полюбил он их взял ты субханаллах порой думаешь одного чужого то есть ты будешь не справиться он шестерых взял и он воспит и помимо этого у него еще есть своих детей но своих меньше и он это тянет он терпит их всякие женские вот эти ревности, всякие вот эти разборки. Сговоры. И я посидел, когда послушал со стороны, я реально говорю, Маша, вот это скала. Таким братьям я бы советовал жениться. Ну, я вижу подход серьезный ответ. А есть такие быстрые бегуны, пожизненные мусаферы, чуждые, которые просто женились, чуть что не понравилось, развелся. Некоторые даже, знаете, как бывает, есть первая, уже все сложилось, семья, он женится на второй, там чуть-чуть истерика первой и все остальное, и жертва, конечно, кто? Вторая. Он ее разводит, опять возвращается там, где у него уже мягко, уже там обжито. То есть всегда нужно подходить к этому делу с душой. То есть понимаешь, что это чья-то сестра, чья-то дочь. Я бы никогда не хотел, я бы никогда не позволил, чтобы кто-то то есть разбил там сердце, обидел сестру или дочери, и тому подобное. Правильно? Ну да. То же самое. Ты когда женишься, ты понимаешь, что это чья-то дочь. Отношься к ней как к чьей-то дочери. Валлахи, это все возвращается завтра. У тебя дети появлят, твоя дочь завтра выйдет замуж. К ней также будут относиться, как ты относился когда-то к чьей-то дочери. И поэтому вообще полигамный брак, он, в принципе, это спасение сегодня для уммы. Но не каждый, то есть не каждому, может быть, не каждый с этим справится. Не каждому это подойдет. Да. И поэтому каждый человек смотрит ну как бы сам. Должен советоваться с братьями. То есть как ты думаешь, меня взять или нет. Он должен свои силы оценивать. То есть нужно мотивироваться и то есть обдуманно к этому подойти, а не просто вот я хочу там новизны такого. А именно с холодной головой нужно подумать вот я потяну или нет. Какие будут последствия этого решения. Правильно? И то есть после этого уже я могу рассказать пошагово человеку его внутреннее эмоциональное состояние. То есть первого месяца, первого года. Человек, когда женится, то есть это эйфория. Это все что-то такое новое и все остальное. Он женится, да. Все первый месяц все хорошо, все нормально. В какой-то момент он понимает Субханаллах. Оказывается ответственностью стала на 50%. Больше. Ответственность, нагрузка. Это же не просто побыл и ушел. Нет, это все. Это проблемы, это больницы, это все. И ты должен решать это. Ты должен к этому подключаться. Помимо этого всего у тебя есть работа. У тебя есть обиды женские, они учащаются там. То есть может быть ревность какая-то. Ты с этим борешься, ты это переходишь. То есть первый момент, первый год, человек, наверное, на первые полгода, может, в год, он как-то начинает часто братья, где-то кто-то женились, они часто говорят, то есть, а нужно было ли это? Сожалеют. Нет, не то, что сожалеют, они потом до конца понимают, насколько это стало нагрузкой. Розовые очки так снимают и видят, как оно на самом деле, они так, как они себе там представляют. Потому что, если тем более он взял с детьми, это какая-то, ну, это ответственность, нагрузка, это, ну, это серьезный подход. Потом, но без этого через время он жить не сможет. Вот тот, кто же был полигамным двумя, с тремя или четырьмя, он просто не понимает. Это два разных мира с одноженцами, поверьте, это два разных, то есть, не в том, что он считает себя чем-то лучше, нет, это просто у него внутри свои тараканы, которые, вот, ты у него спроси, тяжело, он тебе скажет, да, а хочешь остаться с ним, скажет, скажет, нет. Вот, то есть, вот я с одним братом недавно общался, у которого вот три жены, я ему задаю такой вопрос, я говорю, смог бы с одной? Он говорит, нет. А с тремя тяжело? Да. И поэтому, то есть, на самом деле, в этом вопросе, в полигаме, есть всегда середина. Я советую братьям, которые не могут, жены категорически не готовы. Он чувствует развал семьи, вообще не приближаться к этому вопросу. Конечно. Приближается к этому вопросу, когда семья, ты с ней на одном одинаковом мыслишь, она готова, она, понятно, она не будет сто процентов готова, она человек, у нее завтра появится ревность, это понятно, но даже изначально принять это, это, должно быть понимание. Вот так, с бухты-барахты ломать, пойти жениться и потом заставить ее с этим согласиться, смириться. Это случается. Да, через боль человек к этому может прийти, но я бы это не советовал. Просто потом твоя жизнь, как сказал, то есть, это у тебя не видовая неделя, не видовая месяца, у тебя получается вообще... Горькая жизнь. Да, и поэтому, то есть, есть нюансы и моменты, поэтому, все, когда говорят, сестра, побойся Аллаха, все должны, кто боится Аллаха и тому подобное. То есть, иногда мы вот этими фразами манипулируют люди, чтобы, то есть, если ты мусульманин, значит, должен как камень быть. Забывают, что даже жены просланика Аллаха, салаллаху салям, матери правоверных, они же тоже ревновали. То есть, мы должны всегда, мы всегда должны понимать, что мы остаемся людьми. Да. У нас есть эмоции, гнев, радость, ревность, их никуда, то есть, они могут уменьшиться, как в хадисе посланика Аллаха. Ассалям говорит. Но, исчезнуть они из тебя не могут, и поэтому ты человек. Просто у меня был недавно такой момент, один приходит свататься, говорит, хочу отнайти сестру и тому подобное. И я по одной причине сказал, не выдань за тебя. И его это так возмутило. Тот, кто боится Аллаха, тот, кто верит в Аллаха, ему это не проблема. То есть, начинает человек манипулировать вот этими фразами, и ты же понимаешь, что это просто вода. А завтра в жизни, когда это с реалиями столкнется, ему это все равно. Он не боится ни Аллаха, ничего. И поэтому, ну, нельзя на это вестись. То есть, розовые очки всегда нужно снимать. У нас среди братьев бывает иногда часто там разговоры, подколы, там, насчет многоженства и тому подобное. И все даже по-разному это воспринимают. Кто-то считает, все, надо пойти жениться, потому что вот все об этом говорят, не понимая даже зачем. А кто-то говорит, чувствует он, что ему это надо. Вот реально есть братья, Субханаллах, я ими восхищаюсь. Женщины их ненавидят. А я ими восхищаюсь. Это те, которые женятся на двух, трех и тому подобное. Я вижу просто, как они тянут. Они тянут и справляются с этим. А женщины всегда, как бы, ну, всегда принято думать, что если второй женился, значит, какой-то извращенец, значит, ему что-то всегда мало и тому подобное. Но не понимая, что здесь есть глубокий некий смысл этого. Это Субханалла, помощь, это много, что часто говорят, хочешь помочь, иди дай садах. Да, не всегда эта помощь нужна. Бывает просто мужская, человеческая поддержка рядом, она нужна. И есть вот братья, которым, которые женились, я бы всегда сказал, женитесь еще. Сегодня мы живем в мире реально, в котором очень много вдов, очень много разведенных и тому подобное. Им что делать? Ну, что им делать? Те, которые хотят вторую жену, обычно не думают про такие варианты, они хотят себе там… Неправда. Нет? Нет, не все. Даже тот, который бы хотел себе взять вторую или третью без детей, даже там, молодую, даже это не порицается. То есть, он хочет создать семью, он хочет своих детей, он хочет свою большую семью. Но это была мечта у меня всегда с детства. Я хотел большую семью. Но она сбылась. Хамделя. Хамделя. Аллах подарил мне много детей, семья большая. Но я вот себе задаю вопрос. Смог бы я жениться на той, у которой есть дети? Я боюсь быть несправедливым. То есть, ну, я отец мягкий и в то же время строгий. Потому что дети, они должны, то есть, должен быть баланс. воспитаний. Баланс воспитаний, то есть, они должны чувствовать и любовь отцовскую, в то же время жесткость. Я боюсь, что чужие дети, они, то есть, это не так будет воспринято. То есть, к чужим детям я не смогу так подойти. И поэтому, ну, пока это мои тараканы в голове. Может быть, они завтра начало пройдут, но пока на данный момент так. И поэтому я, когда женился, ну, я не выбирал среди разведенных и с детьми. И поэтому, то есть, это не порицается. А как дети вообще относятся из разных семей? Как они между собой? Они как брат и сестра себя чувствуют? Или... все зависит от семей, как они поставят. На самом деле, есть много форм полигамных браков. Есть, например, у человека есть две три жены, они в разных городах живут. Дети там не видятся. и даже... Может, я дальнобойщик, наверное. Нет, может, у него бизнес, там, работа, там, он ездит. Иногда в разных, в одном городе, в разных домах, ну, из-за напряжения и отношения среди семей дети даже не ходят. Что касается моей семьи, то у меня, аль-хамдилля, все дети растут как одна семья, родные. То есть, у меня, в принципе, понимание было только это. Ну, а зачем? То есть, дети должны расти как родные, как в одной семье. Я знаю братьев, у которых также оно есть. Дети не то, что они в одном доме, они ночуют у друг друга, они живут, и даже они говорят мама. То есть, и поэтому, как бы... У них по две мамы. Ну, да, они говорят мама, мама. Богатые дети. Интересно. Мама, мама, да. То есть, на самом деле, таких вот примеров очень много. Но у нас всегда принято обсуждать только самые, как бы, негативные случаи. А вот тот развелся, а вот у того бардак и тому подобное. Нет, пример очень много, где есть порядок. На самом деле, это решение, которое заложил ислам, решение той проблемы, когда женщин больше, мужчин меньше. Понятно. Хорошо. Опять же, опять же, напомню, это право. Необязанность. Это не обязанность. Это право. Женится имеет право. Видит, что потеряет первую семью, видит, что развалится семья. Ну, зачем это? Живи с одной. То есть, работай, то есть, объясняй. Подготовь. Решала, подготовишь, тогда же спешки, торопёжки в этом не должно быть. Ещё, наверное, хороший вариант, когда, если вдруг такое произошло, и первая, например, жена, она оказалась бесплодной. То есть, не выбрасывают же её, правильно? Ты её любишь и всё такое. Женись на второй? Не оставлять её. Нет, в данном случае это будет реально как выбросил, как будто мусор. Я это и имею в виду. Я не просто так говорю это слово. На самом деле, те, которые, вот я встречал женщин, которые бесплодные, знаю пары, они как бы говорят, ну я не могу дать тебе детей, женись. Есть такие, да. Или, ну она понимает, что она выйдет ещё раз замуж, ну не будет, то есть она не сможет. Лучше вот с этим одним единственным любимым мужчиной, и ну да, пусть будут дети. Это его как бы желание, это право. И я знаю одну семью, мою знакомую, которая, субханаллах, то есть очень долго время, лет 7 или 8, даже больше не было детей. Но он не женился на второй, и Аллах через большое время подарил им ребёнка. Хаддар Аллах, да? Да, и поэтому пришло время, да. Поэтому, ну опять же, это тот вопрос, который возвращается именно к самой семье. Хорошо. А вот, например, человек женился на второй жене. Первое, это не понравилось. И она как бы не хочет или не может жить и так далее. Она может прийти к маме попросить «хуля». То есть, и расскажите, что такое «хуля». Является ли это причиной, да. Вы знаете, что, когда люди очень много знают, что такое «хуля», что такое «фас» и тому подобное, они начинают этим играть так сильно, что Аллах, это что-то неправильное становится. то есть… Ну так, нужно рассказать людям, когда и в каких ситуациях нужно это применять, это право, а когда это нецелесообразно, неправомерно. На самом деле, здесь инструмент есть «кады», инструмент есть мужа и самой супруги. То есть, человек, мы так с брака сразу к Аллаху вернулись. Нет, я имею в виду, но это часто так бывает. То есть, первая жена… Ни один судья, ни один имам тут же не бежит и не разводит. Есть женские эмоции, которые вот реально, она… Ну, субханаллах, то есть, она вышла замуж, она любит своего мужа, да, есть проблемы, да, она на эмоциях может сказать, дай мне развод, я уйду, я тебя ненавижу. Ну, реально, месяц проходит, она остывает, она понимает, что это… Это семья. Да, новый формат, ну, нужно как бы к этому… с этим ужиться и тому подобное. И здесь вот помогает институт семьи. То есть, здесь вот то, что я говорю, нет опыта. Нельзя пойти спросить, например, у сестер, то есть, это мало, правильно? Да. И поэтому для этого нужны уроки, для этого нужны наставники, которые правильно дадут совет, как выстроить семью, как к этому прижиться и тому подобное. и поэтому приходят. Муж женился, она тут же к развод, тут же к родителям, тут же убегает и все остальное. Проходит время, она успокаивается, она понимает, вот здесь не нужно торопиться. И в основном имамы, кады и судьи, они не торопятся, потому что все понимают женщины эмоциональные. это ее право, правильно же? Ее право? Ну, хуля, право, она может потребовать развод? Она имеет право попросить развод, но она просит развод, а потом через месяц говорит, верни меня обратно. Ну вот, как бы, ошибка учится. Она-то просит, но судья же решает этот вопрос. Но если она придет и скажет, это влияет на мой иман, например, я не смогу его. Ну, как в хадисе, например, когда было, когда женщина пришла и сказала у посланника Аллаха, то есть, религия у моего мужа все с ним в порядке и тому подобное, но он мне не нравится. То есть, я его, он настолько мне не нравится, что я брезгу им. То есть, и от этого у меня иман. Тогда посланник Аллаху увидел основную причину, то есть, то есть, то, с чем невозможно жить. А с этим можно жить. Понимаете? Если правильно все преподнести. Аллах, ко мне приходили семьи, которые вот на грани развода. Они пришли, уже решили, говорят, мы вот разводимся, вы нам только расскажите, что будет дальше с детьми. Вот у кого дети, с кем дети. И я чувствую это как некий такой уже застой в этих взаимоотношениях. Я говорю, не проблема, я вам расскажу, но немножко меня послушать. 30 минут уделяют другим вещам, ценностям семьи, взаимоотношения и тому подобное, и они говорят, субханаллах, мы не хотим разводиться. И всего лишь 30-40 минут нужно было, то есть, людям со стороны дать какой-то правильный совет, какое-то наставление и тому подобное. часто бывает в семьях какой-то сглаз, например, колдовство или еще что-то. Вот эта тема рукья. Расскажите нам насчет рукья вообще. Что это такое и как это делается? Часто бывает к вам к семье обращаются с такой проблемой колдовство, сглаз и так далее. На самом деле, как посланник Аллах сказал, сглаз это истина. Колдовство, порча, это тоже истина. И есть такое понятие, как отворот и приворот. То, что делается, наводится на семьи и тому подобное. Причина бывает, что причина разводов именно это сглаз бывает. Причина разводов бывает это также порча. Сглаз, как посланник Аллах в хадисе говорит, он настолько может быть сильным, что человек отправляет в могилу, а верблюда в кастрюлю. И поэтому люди иногда умирают от сглаза и они лечатся, они куча денег отдают на лекарства, на больницы, на операции. А на самом деле вопрос всего лишь это почитать. Каждый сам человек от сглаза может почитать сам себя сам. Не обязательно идти прямо в мураво. Не обязательно идти, да. То есть можно взять воду, почитать на нее семь раз фатиху, семь раз аятер курси, семь раз ихляс, фалак нас, при этом дуть на воду, этой водой умываться, пить, купаться, сглаз уходит. То же самое, если когда ты чувствуешь тошнит, голова болит. Иногда, когда сглаз, у человека ощущение головной боли, они другие немного. само ощущение слабости, то есть человек когда болеет, он чувствует это. А это немного по-другому выражается. Первое, что когда человек чувствует какой-то недуг, ему в первую очередь нужно почитаться. Потому что, то есть путем как бы само исключение. То есть почитаться, если это сглаз, то иншалла пройдет, если это не сглаз, то человек дальше будет лечиться. А у нас всегда делаем мы делаем всегда все наоборот. То же самое порча. Есть люди, которые читают Рухья. На самом деле, я когда-то этим занимался, еще, наверное, да, это было до Саудии, но оставил это дело, потому что оно очень сложно. Рухья читать это нелегко. Во-первых, она забирает всю твою энергию, время, очень сильно выматывает тебя. По пять часов может и сидеть человека читать. То есть там при этом может быть там что-то такое. И поэтому обычно как определить, есть ли у человека либо же в семье сглаз, например, сглаз. Есть ли порча? Сглазом бывает обычно. Например, было все идеально, все идеально, и резко бам и начался ужас в семье. Доходит до развода. Большая причина это сглаз. Нужно отмотать назад и посмотреть, где о твоей семье кто-то говорил, слышал или видел. И больше, большинство случаев разводов это бывает через Инстаграм. Сглаз. Женщина, мы с мужем, он мне подарил цветок, он мне подарил кольцо, мы кушаем суши, мы кушаем креветки, мы на отдыхе и тому подобное. А ее разведенные подружки, которые сидят дома, сидят и не хотят. Сглаз это некая зависть, которая есть, но человек этого не ощущает, то есть он не знает, что у него, даже человек может не знать, что у него есть глаз. И после этого все. То есть все начинает рушиться. причина этому сглаз. Как вылечить сглаз? Во-первых, первый метод это читать рукья, как я упомянул. То, что я упомянул, это самый минимум. Руки есть на самом деле больше. Читается и жена, супруг и муж. Либо же, если ты знаешь, например, образно, вот ты знаешь круг, и ты знаешь, что кто-то из них сглазил, либо ты знаешь конкретно, кто сглазил, то ты просишь его помыть руки, либо же взять омовение и этой водой умыть и одну невесту, и жену, и мужа. Из глаз он уходит быстро. Есть такое понятие сглаз-таракуми. То есть сглаз, который собрался. То есть один был из глаз, второй, третий, четвертый, там такое тоже бывает. у него причины бывают, у него бывает сдутие живота, при этом температура. То есть человек смотрит, у него живот сдулся, сдутый, как беременный, не может понять, что ходит к врачам и тому подобное. И при этом у него температура, он начинает искать какие-то причины, а это, оказывается, сглаз собрался уже, у него там десять сглазов на нем. Что касается порчи, то порча тоже определяется следующим образом. Человек слушает Рухья, когда он слушает Рухья, он смотрит на свою реакцию. То есть если его бросают в жар, либо же в холод, начинает трястись руки, голова начинает болеть, тошнить начинает, дергаться начинает, это причина, что есть в нем, у него есть либо порча, либо масса. Масса – это когда входит сам шейтан в тебя. Есть такое, называется масса лаащих, например, когда джинн вселяется, уже начинает, привыкает, влюбляется, живет и тому подобное. То есть причин может быть много, но определяется порча на это, это самая основная причина, когда было все нормально и резко муж начал ненавидеть, неприязнь чувствовать. А хотя он любит, ему внутри какая-то неприязнь, либо же наоборот. Чувствует какую-то неприязнь, начинает все рушиться. Это может быть причиной. Либо же сглаз, либо же порча. Но если порча, это определяется путем чтения, тогда это определяется. Для того, чтобы не постигл человека сглаз, для того, чтобы не постиг человека порча, во-первых, это постоянно читать зикр, как делал это посланник Аллахаса утром и вечером, стараться всегда находиться со мной при омовении и перед сном читать зикры, после сна читать зикры и также стараться не давать повода для сглаза. То есть не хвастаться на публику, что у тебя и как у тебя. То есть быть немного скромнее. Сегодня вот это Инстаграм и Фейсбук это реальное испытание. Сегодня человек заболел, у него там что-то с лицом происходит и тому подобное. Вот пример реально возьмем пример моей жизни. Вот в моей семье произошло. У меня жена, моя супруга, она шьет. Шьет довольно-таки неплохо, очень хорошо, потому что отучилась на это, шьет на хорошем уровне. И теперь то есть у нее что-то происходит с пальцем, вот с ногтем, что-то там начинает нарывать что-то и она хочет пойти к косметологу, который занимается именно ногтями и тому подобное, чтобы что-то пропекать. Подожди. Шила? Да. Шила сестрам? Да. Хвалили? Да. Радовались? Да. Подожди, сейчас путем исключения. Почитаем? Если не в этом причина не зла, значит пойдешь и будешь лечиться. Почитал? Чтобы мы поняли, на следующий день нужно сел проходить. То есть ноготь поднимается, то есть что-то внутри растет. То есть это самые элементарные причины. У меня дети, я если выйду с ними, то есть я увижу, там они радостные, кто-то радуется и тому подобное, все, ночью кошмар начинается. Это крики, плачки, дети истерические. Ты сразу понимаешь, что это с глаз. Берешь ребенка, читаешь, и он дальше спад ложится. То есть это настолько часто может проходить, настолько часто может быть, что в нашем быту и мы даже не понимаем, что это. Что я хочу сказать, Амирхан, мы с тобой в зоне риска. Мы такие типа медийные личности. Обязательно. Вы там нас не сглаживайте, не сглаживайте. Что посланник Аллах советовал делать тому, кому что-то понравилось? Да. Это если тебе что-то нравится, ты говоришь Барак Аллах или Табарак Аллах или восхищаешься, говоришь Маша Аллах. Когда к тебе что-то обычно Барака приходит, что-то тебе нравится, ты говоришь Маша Аллах, восхищаешься своими детьми и тому подобное. Если ты видишь у кого-то, ты за него дуа говоришь Барак Аллах. То есть чтобы Аллах тебе дал Барака в нем. То есть этот дуа, если тебе что-то понравилось, кто-то понравилось, его действия, поступки, ты говоришь Маша Аллах и Барак Аллах. И эта причина становится того, что если даже у тебя есть сглаз, что это не дает повода для сглаза. Время посланника был человек, который купался у водоема. Другой увидел его и сказал «Какая у тебя прекрасная кожа». Она была белая. И этот человек слег. Слег так, что вот-вот он уже умирает. И тогда посланник Ассарам у него спрашивает «Кто тебя видел?» Он говорит «Такой-то и такой-то». Посланник Ассарам позвал его и отругал. Ты чуть не убил своего брата. И он повелел ему взять омовение, этой водой омыли человека и посланник Ассарам это было как раз в пути, когда они остановились. И этого человека умыли этой водой, он встал и пошел. Поэтому хак Аль-Айн это хак. Так что мы должны очень внимательно относиться к тому, что мы говорим, что мы делаем относительно других людей, чтобы не привести таким образом к таким последствиям. И не забывайте ставить колокольчик, нажимать колокольчик, ставить лайки. Подписываться на канал. И оставлять нам комментарии. А мы переходим к последней нашей рубрике Блиц. Блиц опрос. Так, напоминаю зрителям и нашему гостю, что такое Блиц опрос. Это я задаю вопрос, а вы отвечаете да или нет. Или одним коротким предложением. Короткий ответ. Не больше. Вот. И первый вопрос. Любимый аят или хадис? Тот, кто спасется от огня и войдет в рай, он победитель. Анагамия или полигамия? Все-таки. Полигамия. Неудивительно. Любимые занятия? Их много. Самое любимое, наверное, это уделять внимание образованию. саудийка, татарка или украинка? И саудийка, и татарка. Такой сразу. Да, полигамный ответ. Да, да, да. Машал, атомаркал. Ну и последний вопрос. Девять детей это не предел? Нет. Ну и все. Коротко и ясно. Пожелания нашим зрителям. Пожелания на самом деле пусть Аллах увеличит знания каждого. Страшится Аллаха, стараться придерживаться сунны посланника Аллаху Саляму. И, наверное, самое главное это оставаться человеком. Пожалуйста, оставаться человеком. Джазакла Хайрон. Машалла, а с вами мы прощаемся и напоминаю, что у нас в гостях был мой дорогой друг, брат, самый любимый шейх Сулейман Хайрулаев. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте распространять это видео. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.